Итак, с вами привет, с вами Дубка, и мы продолжаем играть за французскую коммуну в Кайзер-Райх. В прошлой серии мы тут неплохо повоевали, и теперь продолжаем наши войны. Нам осталось побить небольшое количество стран из Рейхспакта, как бы он уже развалился, но еще немножко есть там стран. И Антанту, тоже кого-то мы уже победили, но по факту нам просто надо делать еще несколько высадок. И после этого война закончится. После этого нам останется Россия и возможно Япония. Но в целом, я думаю, до Японии уже нам дела нету, нам главное в Европе распространить революцию, в Америке. Да, в Южной у нас есть, в Северной есть, в Африке победить бывшее правительство Европы. И, ну, мы в принципе добьемся успеха, я считаю. Поехали. Тем временем в Америке наконец-таки закончилась гражданская война. Забавный факт, Мексика себе забрала немножко территорий. Обычно такого не случается, но тут почему-то случилось. Хотя там трое добромцы, конечно же, принимаем. Ну и теперь Америка будет останавливаться от гражданской войны. Но в целом, там у нас уже победа есть. Индия, кстати говоря, полностью пала. И там уже определился победитель. Это федерация. Ну, мы не можем что-то там забрать. Собственно говоря, пускай так и будет. Не сильно это важно. А мы готовимся высаживаться во Францию. И тут уже мы пойдем дальше, там, в Марокко. Возможно, до сюда дойдем. Посмотрим, как, что пойдет. И вот наши бравые солдаты поехали в Алжир. И я вижу, что достаточно успешно по ощущениям. У нас тут и с моря поддержка, и с воздуха. Есть, конечно, некоторый штраф, но да, мы его без проблем перебили. И теперь начинаем полномасштабное наступление в Африке. И, кстати говоря, делаем проект на Мокл. И потихоньку сейчас начнем исследовать ядерные технологии. У нас на обе технологии ставшийся баф. Но, скорее всего, атомные бомбы, не знаю, даже не успеем исследовать. Но если успеем, будет забавно. Ну и, конечно, очень уверенно мы продвигаемся здесь. Авиация очень успешно поддерживает. Смотрите, как хорошо справляются наши самолеты с их самолетами. Качество, как бы, очевидно. И даже выставки дополнительных итальянцев есть в Марокко. Так что, да, наша победа уже гарантирована. В принципе, Франция уже и сдалась. Еще что-то бы с Германией сделать. А вот, кстати, можем уже ее и захватить, Францию. И вот мы забираем все территории и весь флот. Прекрасный итог войны, на мой взгляд. А вот и капиталяция Марокко. Ведь я вот думаю, перебрасывать сюда войска или нет, но по ощущениям не стоит. Потому что там и так сейчас будут проблемы со снабжением из-за вот этого всего чуда. Плюс Германия потихоньку падает, да. Сабильность там заканчивается. Я думаю, они сами справятся. И говоря, как вы можете видеть, мы очень много конвоев топим их. И это не может не радовать. И приходится мне поднять призыв, потому что населения стало уже не хватать. А Либерия что-то требует? Ха, конечно же нет. Ну и что нам теперь остается? Высадиться в Канаду, я полагаю? Ну да. Нашим всем флотом, в основном захваченном, мы тут еще будем их перехватывать вражеские. Вражеские флотилии тоже разбивать, чтобы мешать им наши подводные лодки разбивать. Единственное, мы в Африке, конечно же, окажем поддержку с воздуха нашим союзникам. Потому что сами они, вряд ли, сюда самолеты пришлют. Так что мы застраиваем здесь все авиабазами и будем досылать сюда самолеты, чтобы они имели бафы. Это немножко скажется на снабжении, но я думаю, не смертельно. Вот и поехала наша бестка в Канаду. Думаю, тоже успешно, но посмотрим, как мы доберемся. США хотят вступить в Интернационал. Ребята, конечно же, конечно же. Рады вас увидеть. Забывный факт, они согласны напасть на Канаду? Видимо, выездка была не так необходима. Но это будет приятным сюрпризом для канадцев, я считаю. И вот мы смогли приземлиться очень успешно. И с поддержкой США, я думаю, мы в момент просто Канаду эту разобьем. Возможно, здесь еще какие-то выездки сделаем. Я слышу звук выездки. Но это шутка. И теперь мы можем сюда всю армию завести и полностью Канаду оккупировать. Даже не знаю, кто там еще останется. Да никто. Скорее всего, они все капитулируют, потому что они возглавляют Альянс. Они великая держава. Но может быть такое, что Альянс типа распадется. И нужно будет ездить добивать все страны. Это, конечно, не самое приятное развитие событий, но это возможно. Тут, кстати говоря, попрокули кучу судеб африканских стран. Давайте-ка здесь мы все поделаем. И вот мы сформировали, во-первых, кучу новых стран в Африке. Во-вторых, выделили новую германскую республику. Заодно забрав себе рейнские территории. Потому что, ну, они на самом деле французские. Вы не знали. Король, кстати говоря, сбежал в австралазийскую конфедерацию. Вопрос, сделает ли это их в великой державе? Пока что нет. И надеюсь, что... Так, какая-то часть стран сдалась. Давайте-ка их замерим. И тут Низерланды решили потребовать Апландрию. Вы что, больные? У меня, как раз, пыли пропал, потому что я вори меня бил в войну. Но я делаю новое. И мы накажем их за их держать. А вот задалась и Канада. Только вопрос, почему у них есть Альянс? Но, видимо, ответа не будет. Давайте-ка их поданнексируем. Ну и там решим дальше, что будем делать. Кстати говоря, по судьбе, я думаю, Бельгию мы все-таки аннексируем. Да? Французская коммуна вот такая вот. Вполне себе выглядит неплохо. Кстати говоря, штаты тут высаживаются в Карибских различных странах. Вот Гавана упала. Куба будет скоро захвачена. И Гаитис, я так подозреваю, тоже. Давайте посмотрим, кого нам надо еще капитулировать. Кажется, Антанта распалась полностью, верно? Что-то насчет Астралазии. Да. Астралазия не в войне с нами, но и ладно. Тут нам всего лишь надо побить Германию. Вот это Перу. Чуть мелочи. И после этого можем уже сражаться с Россией, я полагаю. А вот, когда забрели Нандерланды, готов. И мы, собственно говоря, начинаем наше нападение. И, очевидно, достаточно успешно. Не вижу тут никаких проблем. Смотрите, как много там на самом деле самолетов. И при этом все мы их сбиваем, потому что у нас огромное обнаружение. Это очень помогает вражеские самолеты находить и уничтожать. Ну все, Нандерланды, я полагаю, капитулируют. Следовали мы ядерные реакторы. Теперь идем в готовные бомбы. Даже не знаю, за 500 дней успеем ли мы их изучить до конца партии. Посмотрим. Вот и капитуляция подъехала. Забираем все. Я так понимаю, это что, еще и Индонезия? Да, это еще и Индонезия. Достаточно плотно. Кстати говоря, мы теперь получили границу с германской Астазией. Стоит, наверное, этой границей воспользоваться. А не успел еще ядов все довести сюда. Как уже я вижу, наши союзники тоже сюда бегут. Давайте-ка сделаем вот так нашим флотом. Чтобы наши союзники, если что, могли здесь где угодно высаживаться. Ну и пускай они там высадятся. Я думаю, они смогут. Они очень активно себя показывают. Очень много высадок они совершают. То есть вот здесь вот тоже высадились. И в Южномерии, кстати говоря, мы тоже скоро добьемся успеха окончательного. Пора уже думать насчет России, полагаю. Вот у нас здесь готова наша группа для высадки. Мы ее, конечно же, направляем. Высаживаться под Сингапур. И направляем туда нашу авиацию. Давайте посмотрим, что у нас здесь по успеху. Я не так много войск управлял, поэтому не так все идеально проходит. Но в целом выглядит нормально. Плюс-минус. Да, он зеленеет все. С поддержкой авиации и флота. Все говоря, флота надо было еще вот так сделать. Я немножко это забыл. Забыл. Делать, ну... Да, у нас все равно все хорошо. И мы сейчас возьмем, я думаю, Сингапур. Надо катать еще побольше войск. И да. Думаю, капиталяца должна быть примерно вот-вот. Как там вообще дела у них? Сопротивляются до последнего. Но ни к чему это сопротивление не проведет. И давайте посмотрим, что у нас в Африке происходит. Постепенно наши союзники наступают. Германия теряет свои позиции. Плюс мы полностью контролируем море. Никакой поддержки ниоткуда она получить не может. И вот Ту-Слазия тоже сдалась. Осталось лишь капитализировать Африку. И, кстати говоря, Бразилию. И тут еще есть микро Шанхай. Можно им тоже будет заняться. Надеюсь, уже взяли Рио-де-Жанейро. Мне выпал винт, я его принял. И сразу потом сюда. Не очень хорошо знаю, где он. Ну вот он, да, нашел. И да, Бразилия вот-вот упадет. И здесь, кстати говоря, тоже ситуация не самая приятная в Перу. Войска еще там есть какие-то, но... Они в окружении, и я думаю, тоже скоро будут ликвидированы. А здесь мы планируем высадку в Шанхай. Так же это называется, да? Верн. Ну, осталось буквально чуточку. Ксера пока я тут не замечал. Российская империя внезапно воюет с Трансамуром. И пока что не побеждает. Хм. Ну, может, это только-только началось. Они еще не успели СССР-СК перебросить. Но выглядит, конечно, забавно. Кстати говоря, это нам сыграет на руку. Единственное, я не буду начать войну, пока вот это вот чудо не пофиксится. Чтобы был нормальный фронт. Нормально у них стояли войска у нас. И мы могли нормально воевать. Вот, кстати говоря, Бразилия капитализировала. Стоит, я думаю, подбросить в Перу авиации. Помочь ребяткам. Хотя бы самолетами. Да. И после этого, я думаю, Перу сдастся. А вот мы отправляемся в Шанхай. Интересно, как мы вернемся из этой экскурсии быстро. И мы, на самом деле, встретили серьезное сопротивление там. Так, насколько даже здесь не получится. Придется планировать высадку еще раз, я полагаю. И вот отправляется наша новая попытка высадиться. Нет, не отправляется. Нужно в Лярмском заливе еще где-то получить превосходство. Ну-ка. А теперь, давай, ребята, вы готовы? А нет. И в Венеселуле приходят к власти наши ребята. Ого, это отлично. И тут уже получше дела у нас. Мы отправили им туда побольше войск, во-первых. Во-вторых, они чуть-чуть с другого порта выезжали. Из-за этого у них не было микро штрафа за снабжение сразу. Побольше организации было. И все равно, смотрите, где-то у нас есть проблемы, где-то нормально. Я думаю, под конец организации я прожму просто им вынужден атаку. Нет, не прожму, у меня не хватит. Да. Но хватит, если я сделаю вот так, наверное. Ну-ка. Да. Если я сделаю вот так. А, нет, он просто болен. Не повезло, не повезло. Там перо капиталирует, да? Это мне неинтересно. Но дело в том, что мы все равно здесь пробиваемся. И мы сейчас вот с этими войсками резко окажем подбирку остальным. И я думаю, вот так уже мы сможем высадиться. Да, отлично. Такого они уже не выдерживают. И вот Шанхай тоже наш. Осталась буквально одна только Германия. И все. Рейхспак будет просто шуткой, которую никто не будет помнить. И, кстати говоря, мы успели исследовать ядерную бомбу. А это значит, что мы успеем поскидывать какое-то их количество на Россию и, возможно, страны Прибалтики. Точнее, балканские страны Прибалтика наша. И вот последние дни Германии. Осталось там сколько? Чуточку. Один процент до капитуляции. И эта война закончится. Останется лишь последнего нашего противника победить, да? Как вы можете видеть, мы реально контролируем, можно сказать, Америку, кроме центральной. Но это пыль. Африка тоже наша. Остается только немножко проконтролировать Азию. Но хватит буквально захватить Россию. И вот он, дель мир. И вот так вот получился мир. Мы почти все территории под Россией смогли забрать, кроме вот этого небольшого осколочка. На самом деле в России даже минус то, что она здесь забрала территорию. Это просто войска сразу в окружении. Ну и теперь можем промервать фронт против, собственно говоря, Московского договора. Но это уже в следующей серии, а это пора заканчивать. Так что с вами был Лопгейм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.